Я вам расскажу, как я сделала квартиру-однушку в панельном доме для мамы-заказчицы. В статье, которая вышла на InMyRoom, были возмущения. Вы могли бы подумать, что справа у нас зеркальный шкаф-купе. Но на самом деле это... В этом торце мы расположили... InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Привет! InMyRoom. Проходите, пожалуйста, в квартиру, которую я сделала для мамы нашей заказчицы, исполнив ее самые заветные желания. Меня зовут Нина Абасеева. Я дизайнер интерьеров, руководитель студии «Гармония Интерьерс». И в этом выпуске я вам расскажу, как я сделала квартиру-однушку в панельном доме для мамы-заказчицы. Мы находимся в Москве, в районе Черемушек. Дом 2003 года постройки «П3М». К нам обратилась молодая девушка, которая купила квартиру для своей мамы и захотела сделать ей ремонт. Сюрпризом! Должна сказать, что девушка очень хорошо подготовилась. Она продумала и подготовила очень качественно техническое задание, где указала все любимые предпочтения мамы. И чтобы мама хотела видеть в своей будущей квартире, в своем будущем пространстве мечты. Она рассказала нам про любимые цвета мамы, о том, какое ощущение в итоге хотела бы мама получить в этой квартире. Мама хотела получить ощущение цветущего весеннего сада. И вот это ощущение мы пытались воссоздать в этом пространстве. Взрослые люди очень консервативны. Мы это взяли за основу, но разбавили цветом и современными предметами мебели. Как таковой перепланировки здесь не было, так как дом панельный, но мы кое-что объединили. Об этом расскажу чуть позже. А ром-тур давайте начнем прямо сейчас. Мы находимся на кухне, с нее и начнем. Особенностью этого помещения является воздуховодный короб, который мы не могли ни в коем случае демонтировать. И мы решили его обыграть. Мы сделали неглубокую витрину, глубиной 15 сантиметров, как раз для того, чтобы туда можно было поставить красивый сервиз с подсветкой. Давайте я вам покажу. Верхние ящики у нас подматываем стеклом. Нижние ящики у нас закрыты. В статье, которая вышла на InMyRoom, были возмущения касаемо того, что мы так высоко расположили микроволновую печь. Очень удобно. Вот, открываем, я достаю тарелку и кладу ее. На самом деле мы нашли оптимальное решение, встроив микроволновку в верхний ярус верхних ящиков. Потому что у нас не было возможности встроить ее в дополнительную колонну, так как ограничены площади помещения. А также мы не хотели закрывать наше драгоценное рабочее пространство. Фартук у нас сделан из широкоформатного керамогранита 60 на 120. Столешница у нас акриловая. Мы сначала рассматривали вариант кварцевой столешницы, но по бюджету она не прошла. Но я считаю, очень достойный вариант. И преимущество акриловых столешниц тем, что они могут реставрироваться. Кухня у нас не газифицирована, поэтому плита у нас электрическая. Это очень удобно. Мы сделали двухконфорочную варочную поверхность в связи с тем, что не предвидится каких-то больших кулинарных баталий и сложных готовок. А для того, чтобы приготовить себе омлет, супчик, этого вполне достаточно. И самое главное, мы спасаем нашу рабочую поверхность. У нас тут достаточно места. В этом углу у нас две розетки, куда можно будет включать тостер, миксер. Это у нас выключатель на подсветку. Мне кажется, это решение всегда удобно, чем подходить и пытаться рукой трясти надо верхними фасадами, ящиками. Мойка у нас достаточно компактная, керамическая, подстольного монтажа. Под мойкой у нас находится хозяйственный отдел, где у нас мусорное ведро, и туда глубже можно убрать все, что угодно. Мойку мы сместили максимально в левый угол. Поэтому угловой шкаф здесь сделать у нас не получилось. Так у нас перекрывает мойка. И мы сделали угловой шкаф хозяйственный. Далее у нас идет посудомоечная машина на 45, духовой шкаф встроенный, ящик выдвижной. И верхний ярус у нас открывается ящик, и там хранятся столовые приборы. Рядом с мойкой у нас расположен шкаф, сушка для посуды, для хранения. И вытяжка. Вытяжка у нас больше по размерам, чем площадь варочной поверхности. Это сделано намеренно для того, чтобы была лучше и больше площадь захвата воздуха. Вытяжка у нас идет в воздуховодный канал. И по бокам остались еще небольшие места для хранения. Сверху у нас есть ящик, куда можно бы тоже что-то брать, что может не пригодиться достаточно долго. Мы сделали нависание из ГКЛ для того, чтобы скрыть нашу трубу, которая идет в вент-короб. Холодильник у нас встраиваемый. Мне очень нравятся эти решения. Они гармонично смотрятся и не забирают на себя много внимания. Обратите внимание, да, мы сделали вент-решетку, через которую проходит теплый воздух, который появляется в случае нагревания холодильника. Так как квартира у нас однокомнатная, и мы решили не делить ее на части и не делать разное напольное покрытие, мы сделали цельное одно напольное покрытие, это инженерная доска. Но в зоне кухни для наибольшей практичности мы все-таки сделали керамогранит. И мраморный рисунок керамогранита, здесь есть такие теплые прожилки, перекликается с рисунком керамогранита на фартуке. И изюминкой этой кухни я считаю вот эту интересную композицию, которая состоит из тарелок, которые специально для этого проекта расписала Алина Шевченко, художница из минеральных вод, и вот этих бра в технике кракля. Стол у нас сейчас в разложенном состоянии, 110 сантиметров, и можно его сделать чуть поменьше, он тогда будет 70 на 70. И вот эти чудесные пыльно-розовые стулья, которые можно найти, похожие на сайте InMyRoom. Кто не знал, у InMyRoom есть свой телеграм-канал. Ссылку на него можно будет найти в описании к этому ролику. Подписывайтесь, там очень много есть важной и полезной информации. Мы убрали дверь на кухне, это позволило нам расположить в этой зоне кондиционер, чтобы обеспечить комфортным, прохладным воздухом, жадким летом. Как я говорила ранее, здесь у нас по умолчанию был узкий проход, поэтому отсюда убрали дверной проем и сделали единое пространство, коридор, переходящий в кухню. В этом торце мы расположили постирочный шкаф, встроенный, мы его сделали. Здесь располагается стиральная машина, моющее средство. В верхней части у нас спрятан электрощит, ну и, соответственно, очень много мест хранения. Здесь у нас находится санузел, о котором расскажу позже. Мы сейчас находимся с вами в прихожей. В прихожей у нас, как и по всей квартире, постельная инженерная доска. При входе у нас МДФ-панель, крашенная в цвет стен, на которой размещены крючки для одежды и верхняя полочка, куда можно будет убрать головные уборы. Проем, который здесь был, мы облицевали вот этой аркой в цвет стен. Мы не стали ее выделять, потому что ее высота была ниже, чем высота двери. А так как это несущее перекрытие, соответственно, поднять мы ее не могли. Защитили эти углы МДФ-панелями. Так как мы старались достичь цельности этой квартиры, поэтому мы положили одно напольное покрытие на всем пространстве, но мы помним о том, что у нас все-таки прихожая, нам нужно как защитить эту доску во время ненастной погоды, поэтому я рекомендую положить силиконовый прозрачный матовый коврик при входе. Как раз вот будет площадь вот по линии банкетки. В прихожей у нас люстра с вставками из стекла, напоминающей потаивший лед. Как вы заметили, что у нас тема вообще всей квартиры это весенний сад. Это вот у нас растаял снег, зацвели деревья цветущие, там появились первые цветы. И вот это ощущение мы хотели передать вот этому пространству. Вы могли бы подумать, что справа у нас зеркальный шкаф-купе, но на самом деле это раздвижная перегородка. Мы отодвигаем эту секцию, и у нас тут открытый стеллаж, куда мы можем положить ключи, перчатки. Средняя секция открывается, мы заходим внутрь, и у нас тут полноценная гардеробная. Секция для обуви, штанга для верхней одежды, и наверху у нас секция для крупногабаритных вещей, чемоданов, это может быть одеяло, подушки. На потолке у нас накладные светильники. Мы по всей квартире не опускали потолок, чтобы сохранить его высоту. Эта дверь у нас ведет в гостиную комнату. Эта дверь у нас раздвижная. Для того, чтобы она у нас была раздвижная, мы немного утолщили стену, нарастили ее, для того, чтобы было возможно вставить встроенный пенал. Для чего мы сделали раздвижную дверь? Чтобы при открытии эта дверь не закрывала нам пространство. Потому что если бы мы ее открыли сюда, она у нас закрыла витрина. Если бы мы открыли сюда, она бы нам перекрыла кресло. Изначально у нас была идея вообще отказаться от двери, но потом мы решили, что все-таки дверь нужна. Это однокомнатная квартира. У нас эпоха доставок, интернет-магазинов. И когда приходят курьеры, чтобы у человека была возможность все-таки приватности, закрыть свое личное пространство от посторонних взглядов. Для того, чтобы строить внутреннюю конструкцию для раздвижной двери, нужно обязательно иметь техническое задание от производителя, где он дает свои рекомендации по наращиванию стены. В нашем случае это было порядка 12 сантиметров. Это наша гостиная, единственная комната. Поэтому мы максимально продумали Ильев функционал. По техническому заданию мы должны были обеспечить будущую хозяйку спальным местом. И также были комментарии к статье, когда некоторые недовольные комментаторы говорили о том, что как же там бедная женщина будет каждый день тягать этот диван туда-обратно. Его не нужно тягать. Это тахта с ортопедическим матрасом. И сам ортопедический матрас мы спрятали в этот декоративный чехол, чтобы, убирая постель, хозяйка могла принимать своих гостей. Мама нашей заказчицы – работающий человек. Поэтому мы предусмотрели ей рабочее место. Здесь у нас над рабочим местом есть группа розеток, где есть интернет-вход, включатели и розетка для телефона или для компьютера. Также мы постарались максимально гармонично вписать стол в пространство комнаты. Поэтому, как вы уже заметили, тумба под телевизор у нас плавно перетекает в стол. И вот этот шпон, это шпон эвкалипта, он также есть на ящике стола, в который можно будет убрать ручки, тетради или какие-то предметы для работы, которые потребуются. Также в тумбе мы предусмотрели ящики, которые открываются, и в которых можно будет убирать все, что нужно будет скрыть с глаз. Это вот шпон эвкалипта. Он выполнен в технике маркетри. Эта витрина досталась наследство предыдущих хозяев при покупке квартиры. Она была такого ужасного, какого-то коричневого, золотого цвета. Мы сначала не понимали, что с ней делать, или хотели ее продать, или кому-то отдать. Я подумала, почему бы не дать вторую жизнь нашей витрине. Мы ее перекрасили в сложный розовый, такой пыльный свет, в цвет цветочков, на нашей сакуре. И дали ей вторую жизнь. Это очень здорово, когда винтажные предметы появляются в наших интерьерах, они дают изюминку, дают какую-то индивидуальность. Не нужно их бояться. Эта витрина у нас с подсветкой, поэтому изначально на стадии проекта мы провели для нее силовой выход, чтобы ее можно было включать. Она у нас включается с помощью клавиши на группе выключателей. На стенах у нас поклеена фреска. Это бесшовная история. Исходя из нашей концепции цветущего сада, я выбрала рисунок цветущей весенней вишни. Вот хотят отдельно вам рассказать про выход на балкон. Всегда проблема, каким образом облицовывать порожа, который у нас идет на балкон. В данном случае мы немножко его нарастили за счет фанеры, провели по высоте плинтус, который у нас проходит по всей квартире, и облицевали паркетной доской. Со стороны балкона к нему подходит плитка. Для балкона у нас пока нет какой-то определенной задачи, поэтому мы положили там плитку, выкрасили стены, и хозяйка уже по мере жизни поймет, какие сценарии она сможет там осуществить. Может быть, она поставит какой-то стеллаж, может быть, цветы. В этой зоне мы опустили потолок на высоту карниза, для того, чтобы у нас карниз проходил по периметру шкафы смотрелись встроенными, не отдельно стоящими, а это получается как бы общая хритектура комнаты. Шкафы мы сделали зеркальными дверцами, вот с таким интересным рисунком. Давайте я покажу. Они разные по наполнению, исходя из технического задания. Это выдвижные выкатные ящики, куда можно будет убирать нижнее белье. Еще в другом шкафу у нас предусмотрено хранение для одежды. Есть вишала для блузок и также для брюк. Стена за диваном у нас также поклеена фреской, как и стена напротив. А две перпендикулярные стены у нас покрашены краской, которую мы специально подбирали в общий цвет фона фрески. Кстати, у Тахты тоже есть место хранения. У нас поднимается вот за эту петлю, куда можно будет убирать зимнее одеяло. У Тахты мы расположили композицию из двух журнальных столиков. Столешница выполнена из керамогранита, поэтому это такая практичная история. Можно будет ставить горячие чашки, кофе и смотреть телевизор и пить вкусные ничем. Также для гостей мы предусмотрели кресло. Если к хозяйке пойдет в гости подруга, они могут мило и уютно пообщаться. В этой комнате у нас продуманы все возможные сценарии освещения. Как вы обратили внимание, у нас есть посветка шкафов. Над каждым шкафом накладной светильник. У нас есть люстра. У нас мы можем все это выключить. И вечером включить только витрину и смотреть телевизор. Также у нас расположена бра. И над тахтой можно будет включить светильник для чтения вечером, читая книгу. InMyRoom – это очень удобная площадка, где собраны все предметы интерьера и декора, которые потребуются вам для декорирования вашего пространства. И очень удобно, что общаясь всего лишь с одним человеком, вы сможете оформить и доставку, и сделать заказ на все, что вам понравится на сайте. Так как мы все видим и ощущаем, что грызет потепление климата, и московское лето становится все жарче и жарче, мы не забываем о кондиционерах, которые мы расположили в самом подходящем месте над раздвижной дверью. А теперь мы переходим в ванную. Ванную комнату мы оформили керамогранитом под мрамор. Он перекликается с фартуком на кухне. И в зоне ванны мы сделали такое интересное панно, объемное. Опять вот эти наши листочки перекликаются с нашей темой цветущего сада. Так как у нас есть уже фактура мрамора, поэтому столешницу мы сделали однотонной. У нас очень интересная такая вот раковина-чаша накладная со смесителем. Вы, наверное, обратили внимание, что мы сделали такой выступ для ног, для удобства и практичности. Сантехнический люк у нас открывается нажатием. И раз в месяц хозяйка нужно будет заглянуть сюда и снять показания. Справа от унитаза мы расположили гигиенический душ. Вы, наверное, обратили внимание, что одноточный. Я благодарю, что вы были сегодня со мной. Наш рэм-тур подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы по этому проекту, пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok